Я сейчас представлю всех участников нашего круглого стола. Продолжение во втором части. Инвестиционный банкир Проденсия, экономист Герт Рунгене. Здравствуйте. Здравствуйте. Журналист и ученый Константин Рангс. Здравствуйте. Добрый день. Идущий исследователь Института социальных и политических исследований Латвийского университета, политолог Андрей Бердников. Добрый день. Здравствуйте. Ну и вот один из основателей объединения ТБДННО, бывший спикер Сейма Янис Трауме. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот тут уже начали обсуждать голосование. Как вы знаете, есть уже результаты. Три бюллетеня испорчены, шесть против всех. У Бондарса семь, у Долгополова 24, у Вейниса 34, у Левица 25. Президент не выбран. И таким образом Мартин Бондарс выбывает из президентской гонки. И, как пишут в интернет-форумах, девушки рыдают, самый красивый кандидат не избран. Да, ну вот что дальше. Дальше. Вот начну с того же вопроса, с которого мы начали первый час. Верите ли вы, что президент будет выбран сегодня? Как вам кажется? Господин Ронгеннис, начнем с вас. Получит Латвия сегодня главу государства? Трудно сказать. Я вполне допускаю, что нет. Какой процент у вас вероятности все-таки? 50 на 50, 70 на 30? Ну, я был бы достаточно удивлен, если удастся сегодня все-таки это сделать. То есть, даю вероятность, не знаю, процентов 20. 20, да, господин Бердников? Ну, если только очень поздно, к ночи. То есть, нужны будут какие-то перерывы в заседании, да? Я думаю, что сейчас начнутся между партиями эти все торги. Мы каждый год, каждый выбор наблюдаем. Да. Господин Страл, у вас опыт есть? Ну, я думаю, что, скорее всего, закончится без результата. Но если будет результат, тогда это будет вейванс. Вейванс все-таки. Ну, с какой долей вероятности? Ну... Без результата у вас? 30, 70. Тоже 20 процентов? Ясно. Константин? Я тоже думаю, что, может быть, к ночи что-нибудь решится. Но есть шансы, что и перенесется далее. Поэтому где-то процентов 25 за то, что сегодня, и 75 позже. У вас эти прогнозы все время на протяжении последнего времени такие были пессимистичные относительно сегодняшнего избрания главы государства? Или вот по голосованию у вас менялись как-то? Ну, голосование я не следил сегодня особенно. Но могу сказать то, что я был уверен, что это обязательно не произойдет сегодня. Просто поскольку постепенно нагнеталась ситуация, и понятно, что это стало очень таким важным политическим шагом. И, скажем, на политиков, вернее, на их руки очень внимательно смотрят. И, соответственно, то есть это не просто, что они могут сотворить, но то, что будет отрицательный резонанс, достаточно сильный. И, соответственно, цена того, что они собираются сделать, она выросла. Соответственно, может все-таки остановиться на веянии. — Следующий этап голосования, я так понимаю, вылетает Сергей Долгополов. — Ну, это мы не знаем, потому что, как я уже вначале говорил, те, которые не смогли правильно заполнить бюллетени, может быть, на следующем туре будут. — Правильно заполнят, научатся, да? — Да, научились, может быть, будут. — Да, но они же не обязательно их правильно заполнят в пользу Долгополу. — Ну, это мы не знаем. — То есть сюрпризы возможны в этом смысле? — Конечно. — Не, ну Долгополов-то наверняка скоро вылетит. Мне кажется, что он и сам особо не хочет идти, то есть наблюдая всему тому, что он говорит в прессе, что я не хуже, ну и не лучше других кандидатов, что я там, скажем, партия заставил, а сам я не очень хотел. Но в таком духе, что, конечно, понятно, что скоро он отпадет, и он будет только этому рад, как мне кажется. Ну, здесь дальше будет действительно интрига. Я думаю, что сейчас, ну, есть три варианта. — Вейонис меньше, Левиц и третий кандидат, которого мы не знаем, который появится. — Ну, если, получается, сегодня мы не выберем Вейонис, то Вейонис уже пообещал, что на второй тур он не пойдет. То есть получается так, что у нас будет другой президент. Ну, так вы, наверное, думаете. — Ну, если Вейонис не передумает, если он передумает перед последним туром, тогда, если он скажет, что я все-таки пойду, если я сегодня не выберусь. — Да, и тогда у него шансы какие, по-вашему? — Повышаются. — Повышаются. — Восьминрон, Венис, по-вашему. — Ну, да, ну, не надо забывать, что Венис, в принципе, целился уже в президенты в предыдущий раз, да? То есть и почему, по крайней мере, публично разыгрывается то, что он обиженный на Лемберкса, это то, что Лемберкс, в принципе, помешал, и, ну, досталась эта позиция Берзинчу, да? Венис уже себя вразумил президентом четыре года тому назад, и, соответственно, все-таки он давно приглядывался к этой позиции, он к ней так постепенно шел, и министр обороны, через которую он приходит, в данный момент особенно очень неплохая позиция. И его, ну, говорится, происхождение, и зеленых еще, и так далее. То есть, ну, он как никогда, наверное, и всегда хотел, и шел к этому. Соответственно, ну, я бы на его месте... Это просто правильно он, наверное, в какой-то мере сказал, но, наверное, боролся бы до конца. — А что касается роли Айварса Лемберкса во всей этой истории, какое его влияние, каково оно, как считаете? — Ну, это лучше пусть скажут политики, просто, на мой взгляд, основной задачей президента в нашей нынешней стране является в тот момент, когда Лемберкса суд засудит, дать амнистию, в принципе. И это задача номер один. И, соответственно, исходя из этого, эта позиция, ну, президент, она за Лемберкса. — То есть, такой спасительный круг. — Ну, есть ли гарантия, что, допустим, Вейонис даст такую амнистию? — Ну, я думаю, что... — Судя по тому, что он уже склоняется так в сторону единства больше, чем в сторону единства. — Я думаю, поскольку Вейонис, я говорю еще, он идет на эту позицию, и он все-таки достаточно долго в позиции. А политики — это реальная, реалполитик, что называется, да? То есть, я бы на его месте, конечно, подписал любую бумагу, пообещал бы Лемберксу, понятно. А там также понятно, что эти подписи ничего не значат, как там карта ляжет в соответственный момент. Там мы посмотрим. Но я думаю, что, конечно, Лемберкс ему не до конца доверяет и понимает, это отчетливо, что он будет относительно плясать недостаточно под его дуду. И, соответственно, он, конечно, бы хотел там видеть другого человека. Потому что Вейонису наработал определенный политический капитал на данный момент. И имеет возможность, несмотря на то, что он бедный по сравнению с Берзенчем, он имеет какой-то ресурс свободы. То есть, получается, зря господин Затверс распускался им. Конечно. Лемберкса еще... Ну, почему? Все-таки я с этим не согласен. Потому что, ну, по крайней мере, двое, хотя они опосредственно через, ну, от всего сердца Латвии и регионалов, они присутствуют, остальные крупноморы, скажем так, да. Но, тем не менее, они, по крайней мере, прямым образом не за столом. Господин Затверс, вот вы скольких президентов Латвии выбирали? Ну, я выбирал дважды Уманиса. Участвовал и был спикером парламента, когда Вайра Витес Преберга стала президентом. И, ну, в некотором смысле, помогал стать президентом Валдесу Затверсу. Ну, то есть участвовали, в принципе, в приведении к этому посту всех трех глав государства, по сути дела. Ну, вот по вашим ощущениям, выборы, которые мы наблюдаем сегодня, они чем-то отличаются от предыдущих? Или все идет по одной старой, хорошей схеме? Они не отличаются, они не могут отличиться, пока есть те же принципы, по которым выбирали всех президентов. Ну, закон же изменился все-таки, в 97-м году менялся и в 2007-м году. Ну, по крайней мере, из рукава уже никого не достанут, по крайней мере, уже нужно объявить заранее кандидатов. Да, да, но это все, эти дебаты, которые происходили в последние дни, да, это все бутафории. Все равно решается так, как решалось раньше. А где, в какой части Сейма это обычно решается? Ну, это как каждый раз. Ну, это как каждый раз, но не в зоопарке. Вопрос Затлерса не решался в зоопарке, потому что я там был. В зоопарке? Нет, в его кабинете. Там были все политики, которые в тот момент были у власти. Да, а в зоопарк как же? Это утка, выпущенная тем же самыми вот этими великоворами, чтобы оклеймать, в принципе, и уменьшить Затлерс. Ну, Затлерс же сам не отрицал, что его в зоопарке выбрали. Он буквально у нас в эфире, ты говорил. Нет, я полностью согласен. То есть, там себя оговорил, что ли, получается? Нет, 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 нет. Я бы и думал. Да. Господин Рангс. Мне кажется, что тут нужно учитывать, что вот эти вот выборы, да, и вообще должность президента, которого выберут, эта смена будет очень тяжелая. Впереди, в общем-то, ситуация достаточно сложная. Я, в первую очередь, смотрю о внешнеполитической, конечно, хотя и внутриполитической есть сложности. И поэтому справедлива такая шутка, что кто последний, тот и президент. Знаете, как на перегонки, да? Тот же самый Долгополов, когда вы сказали, что он не очень-то и рвется в президенты, потому что придется решать сложные проблемы. Впереди и проблем с Евросоюзом относительно приема тех же самых беженцев. А это внешнеполитическая проблема. И хотя президент своим решением ничего не делает, но он будет иметь как бы... Он занимает позицию. Он занимает позицию, да? Ведь хорошо раньше сказали о том, что президент – это своего рода как такой моральный арбитр. У него статус такой, да? Потом, конечно же, отношения с Востоком, с Россией тоже, прямо скажем, далеки от благополучного разрешения. И там тоже потребуется его позиция. И он должен будет ее формулировать. Как ни странно, но вот, между прочим, министр обороны, он в этом положении действительно может быть более пригоден для каких-то решений о проблем, потому что он находится в большем, так скажем, осознании ситуации. Он понимает, что происходит. Потому что еще, мне кажется, гораздо опаснее сейчас ситуация, когда в дело ввязывается человек, который не знает механизмов. Механизмов власти, реальных возможностей. Ну, кого вы имеете в виду? Человек, который не был в политике? Ну, у нас был Заттерс, была Фейки Фрейберга. Они же не были политиками. Они не были. Даже не знали механизмов. Но дело все в том, что и времена-то были другие. Все нулевые годы, в общем-то, шли достаточно более-менее стабильно. Были, понятно, куда мы движемся в начале нулевых годов. 2004 год мы в НАТО, и мы в Европейском Союзе. Потом, да, был кризис 2008 года, но это был общий кризис. А тут сейчас мы оказываемся в новой ситуации, которой до этого не было. Ну, они вот, как вам кажется, не является ли президент, который выдвинут из среды политиков, он таким более управляемым со стороны политиков? Ну, я думаю, что, в принципе, все-таки то, что произошло, то есть с ВВФ во втором сроке, с Заттерсом и с Безинчем, я думаю, что политики отчетливо поняли, что там иметь человека, который не играет по, или может себе позволить не играть по условиям, и слишком может быть независимым, набирать какой-то там капитал на стороне, или иметь его, да, он опасен, в принципе, и это не нужно. Это еще одна незафиксированная пушка, скажем так, которая может не туда выстрелить. И, соответственно, я думаю, что все-таки Латвия должна двигаться, и двигаться, исходя из этого, к нормальному стандарту парламентарской республики, как Германии, потому что выбирается человек, от которого, в принципе, ничего не зависит, который может какую-то роль представительскую иметь и так далее, но в те моменты, когда от него что-нибудь зависит, он выполняет эту роль автоматически, без особых размышлений и так далее. Но это будет согласоваться с Конституцией? Вот все-таки там есть статья о том, что он и Сейм может распускать, инициировать законодательные акты и так далее. Я думаю, вполне, потому что, в конце концов, такие действия, распускание с Сейма или любые другие решения, которые принимаются, надо понимать, что он всего лишь, ну, говорится, через него это происходит, но его участие, его воле должно быть минимизировано. Оно должно быть политических групп и партий, которые представляют, которые выбираются эти интересы. То есть он все-таки должен быть красивой, красивой и представительской, но, в принципе, все-таки полностью марионеткой политиков парламентарной. Красиво уже исключили из борьбы девушки, когда они пишут. И я думаю, что это реально. Я бы на месте политиков поступал именно бы так же. И вот эти желания иметь что-то другое. В этом случае действительно надо выбирать президента, как по минимуму. То есть не надо расширять его полномочия, но надо выбирать, как в Литве, чтобы человек хотя бы имел, сказал, да, я шел на выборы, я участвовал, я пожимал руки, гладил младенцев, там еще мало чего делал, всем объяснял. Я имею мандат населения, мандат электората. И, соответственно, хотя у меня есть моральное право. А человек, в основном все-таки выбранный через эту процедуру, он и морального права, на мой взгляд, не имеет делать что-нибудь другое, чем то, что политика... Это его лично, вот глава государства. Нет, ну, просто это тогда лишний элемент, с моей точки зрения. Потому что можно выбрать там кого угодно. С моей точки зрения, можно выбрать человека, который, например, работает на России в большей мере, чем работал из президентов. И это плохо. С моей точки зрения, все через выборы, весь процесс, это только представительское лицо. Господин Берлик. Нет, я согласен здесь, что полностью независимо, как-то даже играть против парламента президенту в такой ситуации было бы странно, поскольку у нас тоже президенты как раз выбирают политики по договоренности между партиями и так далее. Если бы у нас был народно выбранный президент, тогда бы народ мог быть какой-то такой однозначный противовес этому парламенту. А так, естественно, должно считаться, что его выбрали эти политики, идти против этого парламента, наверное, в таких, ну, очевидных, крайних случаях, где уже просто идут однозначные нарушения. Но в этой комбинации, естественно, Вейвнис более прогнозируемый, чем тот же Левиц, как мне кажется, потому что Левиц, он, несмотря на то, что у него поддержка, возможно, особенно среди латышской части населения, большая, ну, по крайней мере, по опросам так выглядит, но он уже и озвучил, что он не будет особо, что он будет играть свою игру, и при том, что эта игра, она довольно, может быть, непрогнозируемая, поскольку, как мне кажется, вот он относится к тому типу людей, которые можно назвать такими социальными экспериментаторами, он любит там экспериментировать, все эти вещи с преамбулами и так далее, об этом свидетельствует, и сейчас он тоже говорит, что там, допустим, Латвия неправильно совершенно воспринимается, как мост между Востоком и Западом, нет, мы часть Запада, и мы от этой вот предыдущей вот этой вот ауры, что мы какое-то имеем отношение к Востоку, надо избавляться, но как это достичь, если тут, допустим, мнение общественного на этот счет этого вопроса разделяется, что нам полностью там строить какую-то стенку, многие это не поддержат, но я думаю, что он, если бы избрался, то он бы как раз шел на то, что мы должны там полностью чуть ли не загородиться от той стороны, но в такой, что говорил Константин, геополитической ситуации, это может быть привести, конечно, к всяким последствиям, не очень приятным, внести некоторую дестабилизацию, и, конечно, жаль, что у нас сейчас нет такого президента, который бы все-таки выходил с таким посланием объединения к обществу из этих кандидатов, но наиболее все равно приемлемый вариант в этом контексте – это, конечно, Вейнис. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, обсуждаем выборы президента Латвии, напомню, что сегодня в Сейме проходит первый тур голосования, сейчас депутаты отправились на третий раунд, после двух раундов в игре остались три кандидата, это Сергей Долгополов, Эггл Слевиц и Раймонд Вейнис Мартинч Бондарс покинул президентскую гонку первым. Как вам кажется, вот, Константин, справедливо ли начинается 53-я статья Конституции, где говорится, что президент государства за свою деятельность политической ответственности не несет? Нет, мне кажется, что все-таки как такое публичное лицо не может не нести ответственности. То есть мы можем написать, что все, что он не сделал, не сказал, как бы неподсудно, но по сути дела слова первого, даже формально лица государства имеют очень большое значение, потому что на них обращает внимание общественность. Эти слова либо могут быть призывами к миру, либо это может быть зерно конфликта, и потом мы будем с этим разбираться. Если это скажет никому неизвестный человек, то про это те же самые СМИ не будут эту мысль развивать. Если это сказал президент, она будет развиваться, обсуждаться, начнутся проблемы в том же самом дискуссии, а не всегда эти дискуссии, они, что называется, своевременные, и не всегда эти дискуссии конструктивны. Поэтому говорить о том, что первое лицо как бы не несет ответственности за то, что за политическую деятельность нельзя. То есть то, что говорит президент, по сути мы подразумеваем, что говорит государство, правильно? Мы во всяком случае, а тогда возникает вопрос, а что тогда вообще из себя представляет президент? Тогда давайте скажем. У нас есть человек, который может говорить что угодно, но вы никогда не обращайте внимания, что он скажет. Его задача награды вешать. Это такой свадебный генерал. Свадебный, тогда его нужно называть как-то там, допустим, церемониальный президент. Вот тогда пусть он будет так называться. Ну а как сегодня можно характеризовать роль президента, господин Страума, как вам кажется? Ну я думаю, что если мы говорим о 53-й статье, это сколько я помню в истории, этот пункт был связан с торгом, чтобы принять Конституцию. И если мы говорим о нашей Конституции, то тут главный смысл, который не работает. Это три основные части власти. Правительство, парламент и президент. По Конституции считается, что президент это первая личность, потом спикер парламента, и только премьер-министр третий, а мы реально знаем, как это в жизни. То есть это де-юре де-факто? Да. Есть звонок у нас? Надевайте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый день. Вот в предыдущем части, бесподобно, выступил господин Лейшканс. Поскольку я также читала произведения о авантюристе Феррисе Круле, то то, что он выдал, так это есть на 100% соответствие действительности. Но я бы хотела коротко заметить, господа, конечно, фигура чисто такая символичная, президент. Но в данный момент, исторически, на кону все-таки стоит одна проблема. Проблема отношения к России. И с одной стороны, бизнес латвийский, конечно, хочет иметь отношения с Россией, с другой стороны, зависимость Латвии полностью от политики Запада, где ведется линия на провокации с Россией. И вот данные, соответствие этих двух проблем, двух исключающих друг друга интересов, на этом пике, мне кажется, и будет выдвинута какая-то фигура. Спасибо. Спасибо. Кто прокомментирует? С точки зрения интересов. Я не согласен с тем, что, скажем, можно так сказать, что предприниматели заинтересованы в работе с Россией. Конечно, предприниматели заинтересованы в прибыли, и, в принципе, где ее могут достать, там и готовы работать. Но, в принципе, надо понимать, что зависимость латвийской экономики от России все-таки крайне уменьшилась. Она в совокупности меньше 10%, если все принимать во внимание, что есть. И как раз эта ситуация показала, что перестраиваться предприятия могут сейчас уже достаточно быстро. И, соответственно, я все-таки твердо считаю, что, конечно, Латвия является частью Запада и полностью согласна с той позицией и реализует политику такую же. Так что, мне не кажется, что вот ситуация с Россией, помимо того, что Россия, конечно, очень заинтересована, кто будет президентом Латвии в этом смысле, потому что это просто важно с точки зрения ее там, внешнеполитического пассианса, да, это другой вопрос. Но мне не кажется, что ориентация на Россию, к сожалению, ничего хорошего не дает, потому что Россия ведет себя, как она ведет. Она была самым, тем самым плохим партнером на протяжении последних 25 лет с точки зрения развития бизнеса. И, к сожалению, я думаю, что это так и продолжится в ближайшее будущее. Через несколько минут, да. Продолжим наш круглый стол. Не переключайтесь. Напомню, что у нас в гостях инвестиционный банкир «Пруденция» Герт Рунгенес, журналист и ученый Константин Рангс, бывший спикер Сейма Янистраума и политолог Андрей Берников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и Вадим Родионов. Мы продолжаем наш круглый стол. И звоните нам 672-12-939-672-13-939. Хочет ли кто-то еще добавить по тому звонку, который мы приняли перед перерывом на новости? Я, может быть, сказал бы в отношении России тоже, как бы, свою точку зрения. Совсем недавно в Финляндии, наконец-то, определилось правительство, хотя бы все думали, что, хотя голосование было против правых, в результате сформировалось самое правое правительство, которое там было за последние десятилетия. Что интересно, что, несмотря на то, что правительство правое, ну, такое, в заявлении, которое было дано всеми политическими партиями, проводилась одна и та же самая мысль о том, что мы находимся соседями с России, мы соседи уже столетия, и мы будем оставаться. соседями. А по этой самой причине мы будем всегда стараться быть добрыми соседями, и влияние этой России, как бы там ни было, оно всегда будет очень высоко. При этом мы против, и дальше идет, мы против аннексии Крыма и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом мы добрые соседи. Вот это очень интересный такой подход наших финских соседей, который заключается в том, что мы смотрим на ситуацию предельно прагматично. Имея 1300 километров, даже больше границы, с такой стороны, невозможно предполагать, что ты будешь жить без влияния, без влияния информационного, без влияния, связанного с туризмом, с экономикой. Ведь очень интересно, как мне до сих пор, я все время повторяю это, как мне сказал один финский предприниматель, «Я не люблю русских, но я люблю русские деньги». И он считает, что для него самый лучший способ зарабатывать, это зарабатывать, используя и российские сильные, и слабые стороны. Поэтому мне кажется, что мы никуда не денемся от этого соседства, оно может только ухудшиться. Но у нас что, получается, главный, что ли, аспект, как президент относится к России, как он будет выстраивать отношения. У нас есть еще куча проблем внутри всего, и в Союзе. Да, вот все-таки, да, вот уместность президента. Какой сегодня нужен президент Латвии? Может, об этом тоже поговорим? Я думаю, что кто-то, эксперт такой, Марцис Бендикс, сказал, что после Валдиса Затлерса любой человек может быть президентом, потому что он ничего не решает. Я считаю, что ни президент, ни правительство, ни парламент в Латвии не решит, как будет развиваться наше отношение с Россией. Это решит Москва, Вашингтон и Брюссель. То есть мы вообще не участвуем в этом? Ну, мы участвуем как... Как часть, скажем так, Брюсселя, да? Но тогда Веюдис, как раз тот самый человек, который интегрирован в НАТО, он работает с НАТО, он под своей должности, он работает с реальными европейскими структурами. С другой стороны, Эгглс Левиц вообще человек, который приехал из Запада и работает с европейскими структурами. Вы знаете, вот это как раз такой момент, мне кажется. Он приехал с Запада, да? А Вейнис всё-таки человек, который обладает двумя знаниями. Он знает и то, что здесь есть, и то, что есть там. И он интегрирован в систему. Всё-таки НАТО – это не та организация, которая будет действовать под влиянием эмоций. Они всё-таки ещё считать умеют. Поэтому из этих вот вариантов Левиц-Вейнис, мне кажется, что Вейнис предпочтительнее. Это моё личное мнение. Как академик и теоретик, Левиц был хорошим президентом в то время, ну, когда, скажем, когда были выборы, и ВВФ получила голоса. Но он не дал бы столько в то время, как смогла она. В данный момент его незнание ситуации практической политики в Латвии, как вы говорили, да, он проигрывает Вейнис. А Вейнис и там, и здесь. А почему вы думаете, что он не знает реальную ситуацию в Латвии? Он, кстати, говорит о том, что знает. Что свидетельствует о том, что он не знает? Он практически занимался теоретическими делами, академическими делами. Когда он был министром, он же не так, что он совсем не был политик, он был министром Теслы, я тут осырел. Юстиции. Юстиции правительства Латвии СССР. Но он не выражался особенно, так сказать, я его не помню, когда я был в том парламенте, не помню, чтобы он активно интересовался, он больше теоретически... То есть он процедуру соблюдал? Академия Ронга есть. Ну, с одной стороны, я хочу сказать, что вообще эта проблема президента, по-моему, она такая лжепроблема, в принципе, потому что надо было гораздо больше, вот столько энергии тратим на такой, говорится, вопрос, который, в принципе, ничего в конце концов не решает. Бывший президент Валди Затлерс у нас в эфире сказал, что это самое важное голосование Сейма за четыре года. Ну, я с этим не согласен, потому что вопрос политики, вопрос экономической политики, масса других вопросов долгосрочного развития Латвии, которые намного важнее. С одной стороны. И еще раз я считаю, что, в принципе, все-таки абсолютно ясно, что этот человек должен быть контролируем. Левиц не был в Латвии, он не повязан и не связан с системой, он не участвовал, не стоял рядом, когда отдавали, говорится, и все происходило, как тут происходит, да, и, соответственно, он неконтролируем. И, ну, ВВФ, она сделала очень хорошую работу и все такое, но, в принципе, во-первых, она все-таки контролировалась через ее бюро и множество людей, которые были вокруг нее, и фактически были системные и связанные с системой и так далее, и так далее, и через, там, членов семьи, еще чего-то, да. И она с самого начала, в принципе, показала, что она королева Латвии, она будет ездить по миру, в принципе, и заниматься внешней политикой. Внутренняя политика, она займется только, если ее заставят, и то в этом случае она особенно, говорится, она будет слушать, что ей скажут и все такое. Но я говорю, с тех пор Заттлэрс, в принципе, и Берзинч показали, что, ну, с людьми, которые не подконтрольны, игра не идет. Нормально. А политика развивается, с каждым сеймом она становится все-таки более изращенной и так далее. И я не думаю, что такого человека подпустят сейчас к рулю. господин Бердников. Эггел Левиц или Вейвинис, кто вам больше нравится? Не, ну, мне лично Вейвинис, опять же, по тем причинам, что я упомянул, здесь строгилась тема, но также отношения с Востоком, но здесь, мне кажется, не только отношения с Россией надо брать чисто как внеполитический аспект, а его отражение на внутреннюю политику, на внутреннюю безопасность и так далее. То есть, внутри страны должен президент больше сконцентрироваться внутри и брать во внимание все эти международные аспекты работы с населением внутри страны, естественно, потому что очень расколото гражданское общество, что можно сказать, расколото общественное мысль, и с этим надо работать, и поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы президент действительно позиционировал себя как такой моральный авторитет по сплочению общества. он с Безинши вроде так себя позиционировал, а вы говорите о расколотом обществе. Это он это расколол? Нет, он скорее в этом направлении делал шаги, другое дело, насколько он их делал успешно, вот мне кажется, что у него-то задумки были хорошие, но он их не смог реализовать по другим разным причинам, и в частности, может быть, потому что не было доможитими качествами, харизматичными, для того, чтобы это сделать, и может не умело... То есть не смог привлечь к себе внимание? Не умело довольно общался, и с латышской аудиторией не объяснял свои шаги в этом направлении, почему это важно, допустим, найти консенсус, и с русской аудиторией хотя делал довольно симпатичные шаги, но он тоже это делал достаточно так, ну, не в привлекательном таком, не в харизматичном каком-то ключе, и если бы, допустим, с такими же идеями пришел человек, ну, допустим, с харизматикой того же Борденца, может быть, что-то и получилось бы. Бондарса, да. Господин Рундинис, нам пора вас отпускать, но вот напоследок. Я хотел сказать, насколько мне известно, что все-таки нынешний президент, ну, то есть до того, как он сделал заявление, что он не пойдет на новый срок, он все-таки сделал все движения, чтобы пойти на нем, и ему не дали. То есть он зондировал путь? Ну, я бы даже сказал, ну, больше, чем зондировал, да, то есть серьезно работал, насколько известно, может, другие люди тоже немало знают по этому поводу, да, и тут была очень четкая политическая позиция широкого, широкого спектра, который сказал, нет, спасибо, и именно по этой причине я не думаю, что они, убегая от волка, собираются падать на медведя, в этом смысле, да, и, соответственно, конечно, ну, это должен быть системный человек, из тех, которые, из того карточного набора, который нам представлен, и который выставляет за настоящий данный момент, это, конечно, соответствует этому Вейонис, но понятно, что там в кулуарах, вот Рекстенча, еще есть люди, которые еще гораздо более контролируемы, в принципе, и соответствуют, и могут пройти, и вполне хорошо тоже, говорится, длинного роста, и хорошей внешности, и будет на фотографиях с флагом, хорошо выглядеть, и давать ордена, и все остальное. Но еще раз хочу закончить и бежать, что, на мой взгляд, это все-таки уже проблема. Все общество отличено из занятой этой проблемой, хотя именно экономическое и политическое долгосрочное развитие страны, и каким образом справляться с огромными тяжелыми задачами, которые у нас стоят перед нами в данный момент, это намного важнее, чем вот эта ситуация. Спасибо. Спасибо, господин Рунгайнис. Мы продолжаем с нашими тремя гостями, и я попрошу надеть наушники, у нас есть звонок, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, жалко, что ушел самый откровенный ваш гость, Рунгайнис. Конечно, я согласна с ним, нам нужен, извините за выражение, на латышке говорят «Ефиньс», потому что нормальный президент нам не нужен, это видно, но я хочу, поскольку из нацблока у вас сидит с травмой, я ему хочу сказать, что никто другой в нашей стране не испортил государство, потому что юридически испортил все отношения, это только надблок. Сейчас надблок крикнул «давайте Левитта», потому что они понимают, что этот хаос, что сделали юристы в нашем государстве, это Найда Куринашина, все с России, может только уже юрист высшего класса что-то сделать. Конечно, Долгополов был бы второй, я бы их обоих взяла бы рядышком и посадила, потому что это люди, которые действительно что-то могут сделать еще. Спасибо. 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 Я бы хотел, если можно сказать, что я, в принципе, согласен с этим выводом, который сказал, эта женщина, на счет себя я уже просто хочу, меня всегда в последнее время тоже ну как-то связывают с национальным блоком. Да, ассоциируют. Я уже четыре года. Вы как-то основатель поделизации. Ну да, это было другое время, и тогда эти лозунги, которые ну они употребляют сейчас, тогда они были правильные, но сейчас это я считаю, что неправильные. Неправильные. В данный момент это геополитическая ситуация, мир меняется. Но как же можно от них отказаться, допустим, сейчас вот так? Это же получается предать своего избирателя? Ну они все равно если Вейонис будет сегодня президентом, тогда они опять предадут. Но они может быть объяснят избирателю, что вот так надо было проголосовать, что Вейонис не менее национально настроенный, Может быть, чтобы остаться правительством. Мне просто кажется, что ведь действительно я согласен с коллегой, что в принципе мир меняется. Вот смотрите, сейчас обязательно вот эта проблема беженцев из стран Африки и Ближнего Востока она будет стоять. Ведь когда все 90-е годы говорили, что у нас впереди вот НАТО и Европейский Союз, он тогда только структурировался, все это было очень хорошо, всем нравится быть в Европейском Союзе, а уж бюрократам как хорошо быть в Брюсселе, это вообще сказка, но дальше возникал рано или поздно должен был быть вопрос, а когда-то Европейский Союз потребует платить по Викселям, он тоже скажет, слушайте, мы тут вам помогаем, решаем, все мы сделали, но вот помогите, как же не помочь? Финны берут 1150 человек, по-моему, каждый год беженцев, там есть районы, там больше 30 тысяч сомалийцев, там есть районы, там вот, где я жил, где идешь, и ты видишь людей не просто в хиджабах женщин, в паранже, как будто не в Финляндии, ну да, но это и они берут, а им еще дают, и вот вполне логичный момент, финские политики спрашивают о том, что, а мы-то что, а что вот рядом по соседству страны Балтии, они уже 10 лет в Евросоюзе, помогите, а Италия, которая просто задыхается, Греция, где солидарность, получается, знаете, как есть узкая поговорка, сначала едим твое, а потом всяк свое, вот, и вот этот вопрос, эти серьезнейшие вопросы, представьте себе, в Латвии 10 тысяч представителей африканского континента, что мы тут будем делать, и куда мы тогда денем господина Левица, если он даже с русскими не может договориться, а как он будет договариваться с представителями африканского континента, я хотел бы понять, вот, или с арабами, вот, кстати, очень интересно, думаете, не договориться, вот, и вот, вот в том-то и дело, что, получается, вещь, бог, там, ладно, Россия, да, а у нас тут внутри Евросоюза проблемы, с Грецией непонятно, что, будем ей списывать деньги, или не будем списывать деньги, а если мы сами провалимся, то что тогда будет с нами делать. То есть, это очень, что президентская должность, это все-таки такая внешнеполитическая должность. Президентская должность, мне кажется, в очень ближайшее время превратится, знаете, в путь на эшафот. Мы сейчас на связи с бывшим президентом Латвии Гунтусом Улманисом. Господин Улманис, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Вы следите за выборами президентскими сегодня? Ну, вот, как раз я теперь не знаю, или следить, или с вами разговаривать. Да, то есть, мы вас оторвали от важного занятия, получается. Вы ожидаете, что страна получит главу государства к вечеру? Очень сомнительно. Хотя, не исключаю и такой вариант. Ну, то есть, господина Улманиса есть шансы, по-вашему? Я думаю, да. Если есть шансы, то есть шансы у господина Улманиса. На этом мы можем говорить только о шансах. Шансы. Только о шансах. Хорошо, а вот насколько велик шанс все-таки, что будет второй тур? Вот, по-вашему, все-таки вы склоняетесь к тому, что будет второй тур через 10-14 дней? Вы знаете, я 50 на 50. А, вы побольше процентов дали. Потому что перед последним голосованием должно быть совещание коалиции и коалиционных фракций. И при нормальной политической ситуации коалиция должна прийти к какому-то единому мнению. Ибо ставится под вопросом дальнейшая перспектива самой коалиции. Так что я думаю, что коалиционные партии перед трудным выбором. То есть получается, что если сегодня коалиции не удастся избрать президента, то возможно в перспективе отставка правительства и вообще политический кризис правительства. Кризис коалиции это кризис правительства. И я не вижу при... Ну, есть ли вопроса правительства, президента, бюджет, когда коалиция должна быть все-таки монолитная. И если коалиция сейчас показывает свою разногласие, то это очень серьезный сигнал для правительственной кризиси. На ваш взгляд... Поэтому я не говорю, что сегодня да или сегодня нет. Потому что коалиционные партии, еще раз повторяю, должны решать сегодня, как дальше действовать. на ваш взгляд, в чем причина противоречий внутри коалиции? Почему они проявились на этих президентских выборах? Как вы это видите? Наверное, причины очень разные, в том числе и субъективные. Но я думаю, что одна из причин слабость ведущего звена коалиции венуты. Она должна была быть лидером, она должна определять и программу, и действия коалиции. Однако это я сегодня не вижу и где-то венуты даже остается в сторонке. И инициативу берет на себя две партии, которые между собой никогда по серьезным вопросам к единому согласию ну или приходили с трудом с большим или вообще не приходили. Как по-вашему, какой сегодня президент нужен Латвии? Какой нужен? Это уже сегодня столько много обсудили, что я не хочу повторяться. Все наилучшее, что всеми сказано, надо собрать в одно единое и избрать хорошего, достойного президента. Но у нас были разные президенты и вот как сегодня говорили у нас в эфире наши эксперты, они говорили, что каждый из президентов соответствовал тому этапу, который был исторически на тот момент. Вот какой сейчас нужен президент для этого исторического этапа? Я бы два момента выделил. Первый это геополитическая ситуация и в этой сложной ситуации, когда доминируют санкции, огромные противоречия, агрессивные действия, президент должны в этой буре найти правильный курс своего корабля. А корабль у нас не очень большой, и его руководить не большое умение это надо. Это одно. И второе, президент должен искать вместе с партиями выход из социального кризиса, в результате которого очень много населения уходит из Латвии. Поэтому эти два вопроса, я думаю, самый главный, который президент как моральный руководитель, как авторитетный руководитель, он должен этими рычагами управлять правительством и в том числе разговаривать с Саймом тоже. Сам процесс выборов президента, он по-вашему что напоминает? Как бы вы его изменили для того, чтобы улучшить? Если его необходимо улучшить? Мое мнение, что во-первых нужно не дело в системе избрания президента, а дело в системе избрания самих депутатов. На мой взгляд качественный состав депутатов ухудшился и отсюда и часть проблем. Только по партийному принципу избрать депутатов наверное не очень хорошо и мажетарная система я думаю должна быть введена и в том числе и в Латвии. Часть депутатов из политических партий, часть индивидальная. То, что если мы будем менять народные избрания или функции или так далее, я думаю, что личность этого не изменится. так что я считаю, что практика избрания президента не имеет больших оснований, чтобы катастрофически что-то менять. Нужно менять в том направлении, чтобы стали крепче политические партии и Сайм был более качественный по своему составу. Спасибо, господин Улманис. С нами на прямой телефонной связи был экс-президент Латвии Гунтес Улманис. Кстати, второй человек, который говорит нам сегодня, что ухудшился качественный состав и Сейма, и вот согласен, кстати, господин Страума? Я считаю, что по сравнению я был, уже забыл, пять парламентов. То есть 20 лет в предыдущем один парламент я руководил. Я считаю, что тут можно, но это мое, конечно, личное время, мнение, самый интеллектуальный и самый лучший парламент был Пятый Сейм. Пятый Сейм. Кстати, вот хотелось бы... То есть, которым вы руководили? Нет. Это первый после восстановления независимости. Латвейст Сейм. Да, Латвейст Сейм доминировал. Можно согласиться. Согласен? Согласен, да? Да, Латвейст Сейм, что никогда за них не голосовал, но вспоминаю с некоторой ностальгией, что там была действительно политическая культура определенная, несмотря что... Откуда она тогда была, а сейчас ее почему-то перестало быть? Наверное, вообще качество политики уменьшилось. А почему? Ведь у нас, наоборот, открыты границы, все можно развиваться, смотреть, ездить по... Так сказать, делиться опытом. Это только политическое клиповое сознание, вот оно проявляется, если так просто. Да, возможно, и так. Вообще люди разочаровались в стране. Многие действительно видят уже будущее своих детей за рубежом, уже не особо там разбираются, не за кого голосовать, чтобы реально улучшить жизнь, а покупаются на популистические воздумки, не интересуются. Больше политика, как в те годы. Тогда же волна была интереса всех этих вещей, а как мы будем строить будущее свое вместе и так далее. Несмотря на то, что были разноглазия между русскоязычным и латышами, но все равно была какая-то общая вера в какую-то перспективу. Сейчас ее нету. И ни у той, ни у другой стороны. То есть это как у Довлатова в прошлом, у него было блестящее будущее. Да, вот эта вот игра со словами. Вот президент Ульманис отметил очень интересный факт в данный момент, что нужно думать о социальном состоянии государства. Действительно, по данным опросов, каждый четвертый думает о том, как ему уехать. Это о чем говорит? Это говорит о том, что происходит отрицательный отбор. Самые энергичные люди уезжают. Самые энергичные люди энергичны во всем. Эти же люди политически энергичны. То есть они способствуют выбору наиболее качественных депутатов. Остается, будем говорить откровенно, люди, которые наиболее пассивны. И вот эти пассивные люди оказываются тем самым инструментом, которым манипулируют не очень, так скажем, профессиональные политики. И чем дальше, тем будет хуже. В моем окружении люди на две категории делятся с вопросом эмиграции. Либо которые говорят, что все плохо, и сами готовы уехать. Либо те, которые устроены нормально, еще поколение 30 до 40 лет, мои друзья в основном, но они никто не мыслит о будущем своих детей в этой стране. Они все равно у самих все хорошо, но они хотят детей уже отправлять туда, чтобы вот следующие поколения уже не жили тут. То есть нет перспективы такой ощущения? Ну вот какое-то это доминирует. В любом случае, среди моих знакомых это однозначно доминирует. И естественно, это сказывается на качестве всех процессов здесь. Глава общества юристов Айвар Боровков сравнил выборы президента с латгальским рынком. Не согласны с этим, что там тоже торг, иногда из-под полы что-то достают и так далее, без чека? Ну, к сожалению, очень давно не было на латгальских рынках, что они из себя представляют. Но, во всяком случае, если торг-то идет, несомненно, да? Вопрос в том, что даже когда ты оказываешься на рынке, там может быть качественный товар, например, те же самые овощи, выращенные по соседству. А могут, да, а может быть товар бракованный. Поэтому тут, мне кажется, вопрос не столько даже в системе, сколько в том, что нам продают в качестве, какие идеи. Господин Строма, вот заключительное слово вам. Ну, я думаю, что если мы говорим торг и политик, это, ну, как будто нормальная ситуация, потому что торг в политике везде, и в Америке, и в Швейцарии, и в Германии, и в России. Это, без того, не можем, мы, ну, это принцип политики. Ну, это принцип политики, да, искусство компромиссии и так далее. И тут вопрос, какие люди в этом торгу участвуют. И если они, у них мораль на низком уровне, тогда мы получаем то, что мы сейчас чувствуем сегодня в Латвии. — На этом нам пора заканчивать. Ну, как вот, мы остановились на том этапе, что из борьбы выбыл Бондарс. Пока еще нет следующего этапа голосования, но посмотрим, да, кто следующий, так сказать, выйдет. Будем надеяться, что, может быть, к вечеру нам что-то прояснят эти выборы в Сейме сегодня. С нами за круглым столом сегодня во втором часе были институционный банкир Пруденция Гир Трунга, со-журналист и ученый Константин Рангс, ведущий исследователь Института социальных и политических исследований Латвийского университета Андрей Бердников и один из основателей объединения ТБ ДННЛ, бывший спикер Сейма Яни Стралмой. Спасибо всем. — Спасибо. — Спасибо, уважаемые радиослушатели. Всего доброго и до свидания. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok